Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал радиоцентр Сен-Гейтс. Свои программы в среду начинает. И время у нас в Чикаго 12 часов дня, полдень. На восточном побережье Нью-Йорк-Вашингтон час дня. На западном побережье Лос-Анджелес-Сан-Франциско 10 часов утра. И в этот час в Москве в 8 часов вечера. Как всегда по средам у нас на связи таролок современности Сергей Савченко, с которым мы какое-то время не общались в связи с нашими общими, не общими, а частными разъездами. Ну и вот, наконец-то мы в эфире и встретились. Сергей, здравствуйте! Добрый вечер, добрый день! Да, рад вас видеть. Ну давайте мы начнем все-таки с вас. Вы были в отъезде. Я был, могу сразу сказать, на территории древних инков. Вы были на конференции. У нас за опозданием проходит информация. Или вы пытаетесь переводить, где находится территория древних инков? Нет. Нет. Хорошо. Учера была конференция тарологов очередная. Уже седьмая. И мы там встречались, беседовали. Было очень любопытно, интересно, поучительно. Ну и в чем заключалась конференция и вообще такого рода конференции? Они для кого? Для тарологов, для тех людей, которые любят таро, хотят это изучать? Да, они для всех. Да, они для всех. То есть мастера представляют себя, представляют свои, показывают свои мастер-классы, показывают, что они могут делать. Ну, конечно, 50 минут много еще не покажешь. Но можно увидеть, можно познакомиться, можно увидеть новых людей, поговорить с коллегами, чем они занимаются, что они делают. Вообще, такое очень поучительное мероприятие. Есть смысл ездить, есть смысл. Ну, общение. То есть, вот самое важное, самое ценное, что может быть, это общение. То есть, ты посмотришь, что называется, себя показать, и людей посмотреть. А в чем вы видите, вы говорите, поучительно? Что такое поучительно? Вы чему-то там научились? Посмотреть, что делают другие. Посмотреть, что делают другие. Как они это делают. Чем они занимаются? Одно дело, когда ты сидишь и в собственном соку варишься, да, и свои там какие-то тысячу раз одни и те же вещи какие-то прокручиваешь, а второе дело, когда ты смотришь, что делают коллеги, общаешься с ними, кто-то тебе что-то подскажет, кому-то ты что-то подскажешь. Ну, то есть, это хороший момент. Такое взаимодействие получается. Я не делал какой-то специальный доклад, вот что я хочу это прочитать. Я предпочел сделать это в форме диалога. И у нас получился хороший, интересный диалог и с начинающими тарологами, и с тарологами, которые уже сделали себе имя. Они тоже присутствовали в зале и поговорили хорошо. Поговорили о раскладах. Я докладывал о раскладах. Я считаю, что расклады они уже немножечко устарели, и с у нас приходят новые идеи, новые концепции, которыми можно работать. Потом, почему расклады хорошо, почему плохо, к чему ведет их развитие, чем их можно заменить. Вот такой вот интересный момент. Ну, и интересно было других послушать. А, Сергей, как вы считаете, вот на сегодняшний день таро, как наука, она развивается? Есть какая-то эволюция и темпы ее, если они есть, роста, развития, по сравнению, допустим, с какими-то прошлыми, прошедшими временами? Чем больше людей вовлечено в процесс, тем больше развитие. Это совершенно неизбежная ситуация. Если ты, вот, ну, допустим, представьте себе ситуацию, мы бы с вами вдвоем, вот, все, больше никого нет на земле, и мы вдвоем с вами занимаемся таро. Сильно бы мы его развили или нет? Вот два гения, предположим, что мы два абсолютно гениальных человека. Ну, конечно, мы при всем нашем гениальности, мы не смогли бы все развить, потому что ты просто не можешь все охватить. Чисто физически, у тебя не хватит времени, чтобы все-все-все при все-все описать. Но когда это несколько тысяч человек, и каждый берет какой-то свой кусочек работы, и каждый что-то там делает, происходит развитие, естественно. Конечно, тут есть и не все хорошо в этом деле, потому что кто-то делает не очень хорошую работу, кто-то там дважды изобретает велосипеды. Вы написали одно и то же, и я написал то же самое, про то же самое, ну, и то есть нехорошо. Хорошо, когда каким-то образом усилия скоординированы людей. Вот, кстати, конференция, она как раз и позволяет понять, вот что ты делаешь, что ты делаешь так, что ты делаешь не так, кто еще занимается этим вопросом. Насколько то, что ты делаешь, коррелирует с другими людьми, или ты вообще там такую уже теорию развиваешь, которая ни с чем и никак не пересекается. Такое тоже бывает. И тоже непонятно, вот, ну, как, допустим, была бы Академия наук какая-то, выдает задание, вот, Михаил, вы занимаетесь вот этим, Сергей, ты занимаешься вот этим, просто. Но у нас такого нет. Отсюда, кстати, есть один минус такой, это получается, что вот каждый торопок чуть ли не заново запретает свое собственное торопо. Я утрирую сейчас ситуацию, но такой момент присутствует, что я вот должен заняться всем, я должен и про это написать, и про это написать, и про это, и было бы хорошо, конечно, координировать усилия, чтобы не приходилось про одно и то же писать. Может быть, когда-нибудь мы дойдем до того, я вообще представил, попробовал себе это представить, как это могло бы быть, когда торологи сели бы и стали бы выяснять, а как вот вообще значение у нас, как значение между собой пересекается, что можно считать общим значением, а как вот вообще определить какое-то общее для всех нас значение. Голосованием, или, как в Новгороде, вече, кто громче будет кричать, то, значит, и победит, и докажет свою правоту. Ну, вообще, это интересный момент. Да, но ведь это, мне кажется, утопия. Если сравнить другие науки, да, это, ну как, ну возьми астрологов. Да, в одной Индии этих школ сколько угодно, а сколько у нас этих школ, в западных, допустим, астрологов, все то же самое. Причем каждый будет защищать и бить себя так кулаком в грудь и говорить, ну как, это моя система лучше, откуда ты, ну как, вот я же там, вот там, я где-то вот этот вот, и будет постоянно защищать. То есть нету такого, что люди придут к какому-то единому мнению и будут поступать, как когда-то в древние века это было. Я утопист, я верю. Нет, я тоже верю, я тоже верю. Кстати, это, ну, если когда-то что-то уже было, к примеру, всемирный потоп, то он еще раз будет. Ну, так, цикличность. В этом и заключается, хотя многие, конечно, в это не верят и считают, что два раза бомба в одну воронку не падает. Ну, это зависит от плотности артогня. Если хорошая плотность, то вполне она и три, и пять раз упадет. Да. И Содома Гамора, которые были когда-то, так сказать, уничтожены, они тоже когда-нибудь еще и будут источники того, что там происходило. Ну, вот, Таро, мы же сейчас говорим о Таро. Ну, вот, допустим, что вы нашли для себя нового, если нашли, конечно, вот, побывав на этой конференции? Какие идеи могут быть? Какие идеи могут быть? Такое, чтобы кардинально нового такого, я, конечно, не могу сказать, что я что-то кардинально новое услышал. Но зато мне в голову пришло несколько идей, ответов на вопросы, которые уже давно меня волновали, давно я там думал, как их решить. И вдруг, вот, раз, и сложилось. Ну, например. Например, придворные карты. Придворные карты, вообще, это самая, наверное, сложная часть Таро, и много там непонятного с ней, как с ними работать, и как их использовать. И вот, можно сказать, что те четыре придворные карты каждой масти, которые есть в колоде, это некие очень сильно концентрированные образы. Но если их разделить, они, получается, что каждую карту можно рассматривать по-своему. Ее можно рассматривать как ранг, как масти, как квадро. Ну, это, правда, мы сейчас ведем сильно большое периодизирование такое, но появляется возможность сделать дополнительные акценты, дополнительные нюансы, понимание этой самой придворной карты. И вообще, такие конференции проводятся, по большому счету, две. Одна в Москве в апреле, а вторая в Питере в октябре, или в ноябре, в октябре, да. И я думаю, что я в Москве как раз сделаю такой доклад, что, я скажу, сейчас я даже точно скажу название, как это будет называться. Я уже его написал. Система отношений между придворными картами в расширенном наборе придворных карт. Там просто появляется дополнительный, я понимаю, что это очень теоретический вопрос. Я понимаю, что для бытового гадания это, в общем-то, может быть, не сильно то и нужно. Но вот для изучения, для понимания, для того, чтобы сделать образ придворной карты более богатым, более выпуклым, менее плоским, более объемным, это как раз может быть очень хорошим упражнением, хорошей техникой. Вот будем думать над этим делом, писать статью большую. Сергей, ваша технология гадания на Таро, вы не поделились там, на конференции? Я гадал там, да, мне последний доклад, я там немножечко загрустил, он был сильно для меня непонятный, то есть люди работали в манере, которая для меня не пристала интереса. Я не говорю, что он там плохой был или что-то, ну просто вот не сопал. А там была такая возможность погадать, то есть мастера садились, вот гадали, бесплатно всем желающим, и я пошел погадал, оказывается, я уже соскучился по этому делу. Вот, я вам все время говорю, пора, пора опять. Нет, не пора, не пора, одно дело вот так вот, как каприз мастера, просто там, а второе дело каждый день сидеть, принимать людей, это тяжело, конечно. Ну вот я погадал, и это было здорово, и мне понравилось, и тем, кому я гадал, понравилось. Я гадал не просто вот, ну просто люди, да, я гадал еще и знаменитым тарологам, Юрию Хану гадал, еще там кое-кому гадал, такие вот. У меня есть такой Юри Хан, интересный человек, может быть, тоже есть смысл переносить. У него очень свой специфический взгляд на Таро, свое особое видение. Он его сильно смешивает с астрологией. Хан, это фамилия? Хан, да, фамилия такая. Вот, что даже, даже это не совсем Таро, как на мой взгляд. Ну, интересный, интересный подход у него, интересное понимание Таро. А Олег Телемский? А Телемский, он прибежал, прочитал свой доклад и убежал. Там хитрая система докладов была, то есть доклады идут одновременно в трех залах. То есть, у тебя выступают, и еще два человека выступают. То есть, при всем желании, ты не можешь, ну ты можешь, конечно, бродить из зала, в зал, но тут послушал, там послушал, в голове каша. Поэтому я так вот сел и слушал. И вот Телемский не попал в то, что я хотел послушать. Слушал другого человека. Ну, просто невозможно все послушать. Шесть докладов в день. Первый день и шесть докладов в день, во второй день. И три зала, да? Нет, это то, что я послушал. А реально это было 18 и 18. То есть, тридцать шесть докладов, да, за день был, за семинарку, за фестиваль, прошел. То есть, это серьезное мероприятие? Да, от этого было больше двухсот человек, только посетителей. Да, это интересно. А где-то послушать или посмотреть это все можно? Где-то записи, наверное. Ну, свое видение, свое выступление записал на видео. Вот, Юрий Хан тоже записал его. А так это просто некие репортажи, фотографии, небольшие кусочки видео будут. Да, ну, хорошо. Это интересно. Я, еще раз, мы уже не раз на эту тему говорили. Я все говорю, будут, будет, будет. Но пока еще не собрался провести. Вот, теперь вы говорите, с ним надо было бы пообщаться. Ну, я попробую его каким-то образом найти. Да, скину вам. Да, хорошо, я с удовольствием. Это к тому, что, вообще-то говоря, я не знаю, существуют такие вещи или нет. Но сегодня у нас, все-таки, возможности интернета предлагают нам совсем другие технологии. Предлагают нам совсем по-другому это проводить. Это можно проводить на интернете. И возможности, да, я вижу, уже ссылочка есть. Да, хорошо. Я посмотрю после эфира это, попробую. То есть, было бы интересно, действительно, понимаете, как, на контрасте, как обычно говорят, было бы вот это интересно. То есть, потому что, ну, действительно, вот как вы правильно сказали, варить в своем соку, и можно так и свариться. Что потом, в общем-то... Да, и ты думаешь, да, и ты думаешь, вот все, все, что ты занимаешься, вот это все второе и есть. Нет. А потом выясняется, что есть совершенно новые подходы, и что есть интересные подходы. Что, ну, ты при всем желании не можешь ходить. Таро оно большое, и история Таро, и разные колоды, и разные методы работы с людьми, и психологические аспекты. Ну, то есть, бесконечный процесс вообще. Ну, хорошо. А вот, допустим, доклады были на тему Таро, да? Ну, как расклады, как методики, допустим. А было ли что-то, вот, тенденции тех людей, которые приходят к Тарологу? Что их больше интересует, этих людей? Что изменилось? Ну, мы меняемся. Ну, ты не закусите. Мир меняется. Я... Нет. Мир не меняется. Мир не меняется. Вы же утопительство, сказать. Это те самые. Отношения, бизнес, работа, здоровье. Все. Ну, почему сейчас добавилось другое? Сейчас добавилось еще, как называется, привороты. Привороты. Нет, они не добавились. Я, наоборот, за то, чтобы они ушли. Я считаю, что это идея старого иона. Вообще, вот идея старого и нового иона, она очень сильно занимает меня последнее время. Я все время об этом думаю, что у нас меняется все, меняется не иона. Что это, простите, такое, расскажите. Да, вот это... Что это? Черт его знает, что это такое. Нет, то такое ион. Ион. Новое время, новая эпоха. Вот был у нас старый-старый ион, вот так я его для себя назвал. Это эпоха язычества. Когда мы, собственно говоря, не знали, как общаться с чужими. У нас был только один метод, как общаться с чужими. Убить, ну, и потом сажать, чтобы мясо не пропало. Вот. Это эпоха язычества. Это вот все вот греческие боги, эти римские, славянские, все остальные и прочее. Вот это индоевропейские племена, которые сталкиваются. Единственный способ взаимодействия с другими – это война. Торговый-то даже туда не был. Потом мы взрослеем. Это вот как дети, да, в детском саду они дерутся, они даже не понимают, зачем они это делают. Предоставленные сами себе. Начинают драться, выясняют между собой отношения. Потом эпоха подростков. Это старый вон. Это вот античная, средняя века. Это когда возникают мировые религии. И мировые религии говорят, что нам надо учиться общаться с другими. Нам надо взрослеть, учиться общаться с другими. И предлагаются три варианта. Я очень нотрирую. Но вот три варианта мусульманства. Христианство и буддизм. Игнорируй его, убей его и полюбей его. Причем независимо от того, как он себя ведет. Вообще. Это не имеет значения. И только часть буддизма ставит задачу. А давайте же мы попробуем сделать свои реакции с учетом того, как ведет себя другой человек. Но они смогли сделать это только как второй. То есть сперва что-то делаете вы, а потом что-то делаю я. Если вы улыбаетесь, я улыбаюсь. Если вы бросаетесь на меня с ножом, я ломаю вам руку. То есть мое поведение адекватно. И вот старый вон, это как раз подросток. Вы не читали старые средневековые гримуары магические? Ну, есть у меня какие-то книги насчет гримуаров, да. Но я не помню уже. А я читал. Я читал, как овладеть демонами, как починить себе демонов, как получить власть, как получить много денег, как получить что-нибудь. Классические подростковые желания. Очень хорошее, очень правильное. Проблема только в том, что у нас мир уже повзрослел. Норма все время сдвигается вправо. То есть вот у нас гауссовое распределение кривой и норма сдвигается вправо. То есть мы все больше переходим в сторону этого хорошего. Есть такая идея, что социальные медианы все время движутся вправо. Мы все больше отказываемся от конфликтов, от того, чтобы кому-то что-то доказывать и кого-то что-то забирать. Мы наоборот все больше ищем возможности сотрудничать, взаимодействовать, а не сражаться. Это очень тяжело, с ценой удалось человечеству. То есть множество учителей, которые этим всем занимались. От того же Сергея Радонежского взять. Или там, ну неважно, короче. Это очень болезненно. Но они проложили этот путь. Они сделали такие возможности. То есть когда они это говорили об этом, то на них, конечно, показывали пальцами, смеялись. А сегодня это норма. Сегодня это норма. Сегодня мы уже смотрим иначе на этих людей. И вот идея, ну в самом элементарном виде. Идея приворота в старом ионе это нормальная идея. Идея, что я сделаю что-то для себя, но рассчитаю за это вашей жизнью, вашей судьбой, вашей кармой, вашим всем этим самым. Сделаю переклад. Вот у меня болезнь, да, я не хочу сам болеть. Я сделал переклад на вас. Теперь вы болеете. Для старого иона это абсолютно нормальное явление. Но для нового иона это уже невозможная ситуация. И мы сейчас с вами живем в таком вот двуцарстве, двузаконии. Когда работают законы и старого иона, и нового иона. Но старые, они потихонечку, как мне кажется, они уходят, отмирают, перестают работать. И Таро, оно тоже попадает в эту категорию. Оно тоже вот должно прийти в соответствии с новым ионом. А это много всего. Это и техника работы с клиентами. И то, как я отвечаю на ваш запрос. И как этот вопрос должен звучать. Вот тоже, ну, например, самый простой вариант. А как там у моего бывшего с его новой? Для старого иона это вполне нормальный запрос, да? А для нового это разумный запрос или нет? А что ты будешь делать с этой информацией? Для чего она тебе нужна? Просто полюбопытствовать? Просто заглянуть в замочную скважину, посмотреть, как там сосед, что он делает? Ну, может быть, это не так разумно. Может быть, лучше задать вопрос, как мне сделать, чтобы моя жизнь стала лучше? Чтобы моя жизнь была более эффективна? Чтобы я там добился чего-то. И не подглядывать с другими. Может быть, это более разумный подход. И вот я все время думаю об этом. И о новых значениях, которые приходят, и о новых техниках работы. И вот, ну, даже вот расклады. То есть расклады, мне кажется, это как раз на следе старого иона. Это они были хороши в свое время, но они сыграли свою роль. Сегодня мы уходим от раскладов. Сегодня мы переходим к вопросам, к проблемам. То есть задача не сделать расклад как таковой, а найти решение. Расклад далеко не всегда помогает. Расклад, вот если вы помните, история, были цеховые организации среднего века. Изначально были ремесленники сами по себе. И когда возникли цеховые организации, цех, там, цех, там, цех, там, не знаю, гончаров какой-нибудь. Это было очень прогрессивно. И в течение, там, 200, 300, 400 лет, эти вот гильдии цеховые, это было очень важно и хорошо. А потом они стали ограничением. А потом они стали тормозить. То есть когда возникает ремесло, когда возникают мануфактуры, они просто стали тормозить. И вот они вынуждены были отбросить. Здесь то же самое. То есть вот расклады, которые в свое время были очень важным шагом в развитии АТРО, сегодня они превращаются в определенном образом тормоз. Ну я немножко самбурно говорю, пожалуйста, это выжимка из большого количества мыслей, которые у меня есть. Я понимаю. А как относиться, как-то я получил имейл от школы Таро Савченко, где было написано, когда же я стану вдовой. Вот что это означает? А вы прочитали, о чем там было написано? Я прочитал. Ну вот вы объясните, я прочитал. Ну вот, допустим, нас слушают люди. То есть подоплека этого вопроса, когда же я стану, ну конечно, можно интерпретировать этот вопрос по-разному, но на первый взгляд приходит, когда же я стану, ну вот не терпится ей стать вдовой. То есть она от этого хочет получить какие-то бенефиты. Когда же я стану вдовой? То есть то ли она хочет получить деньги, то ли она хочет получить свободу. А мы же ведь не можем работать только с теми людьми, которые уже там совершенные, продвинутые, разумные и так далее. Работаем с тем, кто к нам приходит. Приходят очень разные люди. И далеко не все живут в хорошем, чудесном, позитивном мире. Многие живут даже не в старом, а в старом-старом и воню. По вот этим диким, совершенно продоплеменным законам, которые уже давно-давно надо было бы отменить и забыть. Но мы пока еще не отменили и не забыли их. Поэтому ищем способы, ищем возможности так работать, как это все происходит. А не противоречит ли морально-этическим нормам? Человек хочет, ну не просто, а может быть даже и помочь, скажем, своему супругу в меру иной уйти для того, чтобы стать вдовой. Как еще? Каким нормам? Моим, ее, супругам. Я не знаю. Общепринятым. У нас нет общепринятых норм. У нас нет общепринятых норм. Вот в чем дело. А как может расклад, объясните, как может расклад дать ответ на такой вопрос? Вероятность есть. Какой был вопрос? Какой был вопрос? Когда же я стану вдовой? А зачем вы хотите это знать? Ну вот. Что заставляет вас задать такой вопрос? Какой ответ вы рассчитываете получить? Что вы собираетесь делать с этим ответом? Если я понимаю, что вы хотите меня спросить? Вот же очень часто так бывает. Очень часто. Человек задает один вопрос, начинаешь с ним беседовать, и выясняется, что он хочет задать совершенно другой вопрос. Вот последнее гадание, которое было в Питере. Покупать мне квартиру или нет? Я говорю, давайте мы уточним, в чем смысл покупки квартиры. Ну вот у меня есть деньги, и я хочу знать, если я куплю квартиру, это будет выгодно? Или мне лучше их на депозит положить? То есть проблема не в том, чтобы купить квартиру, потому что нигде жить. Проблема в том, чтобы сберечь сумму денег. Я смотрю, для вас выгоднее положить их в течение ближайших полугода на депозит. Не покупать сейчас квартиру. Это хорошо. А второй вопрос. Детям покупать сейчас квартиру? А в чем проблема? Они боятся. А что они боятся? Вот они там с одними столкнулись, их чуть было не обманули. Они, к счастью, ничего не потеряли, но могли все потерять. То есть вопрос не покупать или не покупать, а нормально пройдет эта сделка, будут ли там какие-то махинации, комбинации или нет. Да, будут, нет, не будут. Ну то есть мы находим ответ. Но здесь с вопросом, когда я стану вдовой, тут же тоже разные могут быть подоплеки этого вопроса. Зачем человек так спрашивает? Что он хочет узнать? Почему его это волнует? И мы с ним разговариваем. И он мне говорит, вот я хочу узнать, потому что там, ну почему что, да. К примеру, если муж сейчас обеспечит, то есть долго проживет и обеспечит моих детей, чтобы они там могли выучиться. Это одна ситуация. А если он не сумеет это сделать, значит он должен думать, как предусмотреть это, как найти там какие-то другие варианты этого дела. Ну вот видите, мы с вами беседовали не один раз, вы все время говорили о том, что вот это гадание для вас какая-то рутина совершенно определенная, которая вам надоела уже смертельно. А в то же время вот сейчас вот мы беседуем, и я вижу, что это просто очень творческий вопрос. Во-первых, это психология, это ролик, это психолог. Вы начинаете, а чего? Ну, взял и разложил карты. Знаете, когда первый раз, когда пятый раз, это да, а когда, это же уже шаблоны, это уже наработанные шаблоны, наработанные некие, ну вот как в футболе есть, стандартное положение, или штрафное, или еще какое-нибудь, выбрасывание там из-за боковой линии. Ну да, это просто привыкаешь уже к этому, то есть ты уже эти вопросы задаешь на автомате, даже особо не задумываясь. Это для человека дикая ситуация, потому что я никогда об этом не думал. А для тебя это уже просто некая рутина. То есть вот это психологический экскурс в тот вопрос, который человек задает, для вас это часть той рутины, которую я уже просто делаю на автомате просто. Понятно. Ну, поскольку вы уже пару раз брали в руки, значит, эти шашки, да, давайте погадаем, все чаще и чаще возникает интересная очень ситуация в связи с выборами в Соединенных Штатах. Остается все меньше и меньше времени. Остается буквально там 10 дней до выборов. И все чаще возникает момент, я не знаю, знаете, слышали вы или не слышали, о том, что тот президент, которого выберут, на самом деле этим президентом не будет. Вот, то есть создаться какая-то совершенно невероятная ситуация, которой никогда не было. На это есть причины. В эфире мы об этом не будем говорить. И я сразу делаю отступление, потому что радиостанция, руководство радиостанции не всегда согласна с мнением гостей, который выступает в этом эфире. Ну, у меня даже мнения никакого нет, собственно говоря. А я на всякий случай, я тоже недавно узнал, ну, 23-24 года, 25 лет назад, когда приехал о том, что есть, да. Но, тем не менее, вот парадоксальная ситуация, кстати, мы об этом давно когда-то с вами говорили. И вы сказали такую... Не помните, я вам напомню. Вы сказали о том, что... Точнее, я задавал такой вопрос, с нами в эфире еще был третий человек. И мы задали вам такой вопрос, появится ли кто-то третий. Вы сказали, такая ситуация возможна и даже очень вероятна. Вот этот третий, которого мы предполагали может появиться до выборов, его, естественно, времени уже нет, он не появится, но может создаться очень интересная ситуация. То есть, вот я слушал прогноз одного американского астролога, которая, женщина, она говорила так о том, что между конкретными выборами, когда должны избрать президента и инаугурацией 21 января произойдет совершенно невероятное событие. То есть, этот президент может не стать президентом. То есть, означает, иными словами, что, как понятно, что есть вайс-президент, вице-президент, который будет исполнять обязанности президента. И этим человеком, возможно, будет вот этот вот какой-то третий человек, о котором мы говорили. Вот вопрос такой, то есть, будет ли президент, которого изберут, останется ли он президентом до истечения, скажем, того срока, который положено, 4 года? На конференции, полагаю, таких вопросов не было. Были чисто бытовые вопросы, связанные с финансами, отношениями между людьми. Кстати, если говорить о финансах и, не знаю, отношениях тоже, конечно, но финансы в первую очередь, поскольку от выборов зависит очень и очень серьезно, вот та финансовая ситуация, которая, ну, должна сложиться по окончанию этого процесса. Она и сейчас уже очень нестабильная. Вы знаете, может быть ситуация, когда этот человек не добудет до конца своего президентского срока. А вероятность такого события, можно, скажем? Высокая. То есть, человек не добудет до конца, ну, вот это согласуется, между прочим, с теми, да, астрологическими, с теми предположениями, другими. Ну, у нас есть люди, которые обладают какими-то своими способностями магическими, будем их называть. Не знаю, вы тоже, кстати, обладаете. Это мы знаем, но вы их скрываете тщательным образом. А все-таки можно ли предусмотреть какой-то вот финансовый состояние? Будет ли, скажем, крах финансовой системы? Ну, не крах. Конечно. Конечно. Ну, это вы знаете без второго, это я тоже, кстати, знаю. Да, что гадать-то, да? Что гадать-то? Когда и так понятно. Но, скажем, вероятность события, есть ли одного или есть ли другого? Да. Будет ухудшаться. А, неважно кто. Не знаю. Это вы уже разложили карту или это вы так предположили? Да, я разложил. Я от себя вообще ничего не говорю. Ну, вот. Не критично. Не так, что вот жрать будет нечего, но ситуация будет ухудшаться. Понятно. Ну, хорошо. Полагаю так, что на этом надо остановиться. И время у вас уже достаточно позднее. У вас уже почти полночь. Да? Поэтому. И... Да, пора отдыхать. Хорошо. Дорогие друзья, обращаюсь сейчас к нашим радиослушателям, которые сейчас в эфире, которые нас будут слушать. Напоминаю, мы беседуем с торологом почти 25-летнего стажа Сергея Савченко, руководитель школы «Русская Таро», который недавно вернулся с конференции и набирает... Вот я прочитался всем, скоро будет набор, да? Или он уже начался? Он уже идет, курс. Курс начался, да? У нас все время идет набор на курсы. И на Таро-Профи идет, и на Таро-Старт идет. Ну, на Таро-Старт. Ну, буквально вот в ближайшее время начнется, да? Да. Пока еще идет набор. Поэтому от, так сказать, от себя, поскольку я являюсь учеником «Русской школы Таро», конкретно Сергея Савченко, могу вам сказать, это действительно очень интересно. Не знаю, кому что, кому что и как, для каких целей. И вот сегодня я прочитал, то есть, скажем, мотивации тех людей, которые идут учиться Таро, ну, наверное, как зарабатывать деньги, да? Это один из возможных вариантов. Вообще люди по-разному идут Таро. Кто идет для того, чтобы иметь доход, особенно для пенсионеров, это очень актуальный момент. Кто идет для того, чтобы решать свои проблемы, кто идет для того, чтобы иметь возможность подстраховаться в случае какой-то кризисной ситуации, правильно принять решение, оценить ситуацию, которая там складывается или не складывается. Ну, то есть, очень разные люди причины заставляют изучать Таро. Да, я еще питаю надежды на то, что мы как-то встретимся в эфире с англоязычной у нас ученица Таро. Да, я все уже работал. И буквально, ну, вот у нас пришла сейчас информация на днях о том, что у нас будет совсем скоро будет очередные курсы, не знаю, это курсы или нет, но какой-то вот типа мастер-класс от нее. Она 25 лет занимается Таро, и, ну, свое, естественно, видение этого, свое понимание, и перевернутая карта там тоже есть, поэтому, тем более, это будет интересно пообщаться. Значит, мы привлечем для этой цели Риту, она будет, полагаю, так переводить, и каким-то образом мы соединимся, я с ней переговорю, обещаю. Так что я надеюсь, что вот когда, вот поближе к этому мероприятию, мы встретимся в эфире, ну, а сейчас, Сергей, спасибо большое за ваше время в эфире. Спасибо вам. За очень интересную программу, да, ну, и в записи она появится в ближайшее время на Ютьюбе, на Фейсбуке, и оставайтесь с нами. Среда, 12 часов по времени города Чикаго, 8 часов вечера в Москве. В этот час мы встречаемся с Сергеем Савченко. Всего доброго, спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова